Высокие скорости, зрелищные дрифты, крутые повороты. В Наринмаре состоялись традиционные гонки на олених-упряжках. Соревнования стали частью большого зимнего праздника Ненецкого округа Семенхат-Мерита или самый быстрый. Чтобы выяснить, чьи олени лучше, в столицу региона съехались кочевники из многих сельхозкооперативов. На старт вышли как женщины, так и мужчины. Всего порядка 30 каюров. Ну а кто победил, узнаете из следующего сюжета. Для оленеводов Заполярье эти мартовские дни важнейшие в году. Ведь Семенхат-Мерита теперь называют главным праздником тружеников тундры. Отмечают по-особому не в кругу семьи, как в День оленя, а объединившись с кочевниками из разных общин, чтобы на других посмотреть и себя показать. Гонки на упряжках – это не просто развлечение, а дань традициям ненецкого народа. Чтобы оказаться здесь, на Наринмаре, олени и кочевники преодолели не одну сотню километров. Ехали несколько дней, ночевали прямо в тундре. По сути, это уже испытание. Впрочем, главное еще впереди – заезды. Снегоходы хорошо, а олени лучше, считают участники заездов. Рогатые животные для кочевников – это все. Средства передвижения, еда и, конечно, одежда. Чтобы выйти на трассу, оленей тщательно подготавливают. Здесь главное – не ошибиться с выбором ездового самца, то есть центрового. Если он выносливый и быстрый, победа почти обеспечена. Секрет в Нартах есть какой-нибудь? Или в принципе они стандартные? Ну, они так-то стандартные, по идее, идут. А так, легкие должны быть. Вот знаете, на снегоходах там мотор, допустим, подделывают, а может быть, не знаю, лыжню там протирает. Тут полиэтилен приколачивают, чтобы они катились посколько же был. И в основном, там больше такого ничего нет. Протяженность трассы чуть больше километра. Путь извилистый, но даже на ровном участке. Пугливые животные зачастую напрочь отказываются слушать своих хозяев. В итоге для некоторых участников гонка заканчивается, по сути, еще даже не начавшись. Иван Литков в гонках на упряжках участвует впервые. В своем отборочном заезде кочевник стал первым. Говорит, в Наринмар приехал исключительно за победой. На вопрос, как управлять оленями, чтобы они бежали ровно, отвечает просто. Крепкую руку иметь, чтобы держать его в руке. Если слабо будешь держать, то он начнет прыгать лево-право. Готовились как-то к гонкам? Нет, так. Упражка в стадии была, мы ее поймали перед гонками. Впрочем, в финальном заезде амбициозному оленеводу не повезло. Он не попал даже в тройку сильнейших. Первым к финишу пришел Вениамин Литков из кооператива ЕРФ. Именно его животные оказались самыми быстрыми. Чемпион признается, победа едва не ускользнула. В какой-то момент оленей передумали бежать к финишу. Я и то в сторону ушел сейчас. Страха пробными разбили, там дорога уже мягко стала. Семенхат меритает не только гонки на лених-упряжках, но еще и соревнования по национальным видам спорта. Каждый имеет свои особые правила. Например, вот прыжки через нарты. Задача кочевника – набрать как можно больше очков, при этом не споткнуться. Получается, однако, далеко не у всех. А это метание Тензея на хоре. Участники соревнуются в меткости. Их называют здесь ненецкими ковбоями. Линию не заступаем. Можно? Насколько сложно все-таки попасть в Тензея? Ну, это надо же тренировку мышцами мить. Это будет тренировка, например, и сейчас. Тренироваться надо, просто тренироваться. Ловить, тренироваться. В праздник Семенхат-Мерита с каждым годом становится только популярнее. Тому подтверждение количество туристов, которые специально приезжают на Рейнмар, чтобы воочию видеть оленей и коренных жителей тундры, говорят, своеобразная экзотика. Я первый раз их вижу. У меня, не знаю, настроение очень хорошее. Сегодня погода подтвердила, хорошо все. Поговорить хотели, да побоему. Не страшно трогать их? Я их не гладила. Еще страшновато. Впечатления, они аналогичны нашим, потому что их земляки и даже национальность. У нас Долгананецкий, поэтому у нас две народности. Ну, это основные. Вот поэтому они схожи. Что касается гонок на оленях-упряжках и соревнований по национальным видам спорта, то победителей в этот раз наградили денежными призами. Организаторы посчитали, будет правильнее, если кочевники сами решат, что им нужно. Но, по вине неопытного ведущего, была допущена небольшая ошибка в дипломах. Но зачем нужна техника, когда рядом есть оленя? Я в прошлом году говорил, сегодня еще раз это убедился, готов подтвердить, что, конечно, Семенхат Мерета – это главный праздник Ниньского автономного округа. Все остальные идут после. Это праздник хозяев этой земли, это праздник, где истинные патриоты, те люди, которые понимают, чувствуют эту землю, действительно могут встретиться, могут посоревноваться, но и даже соревноваться – это на втором месте. Самое главное, что есть возможность у людей из разных частей нашего округа собраться здесь, встретиться вместе с семьями и провести это время совместно и интересно. Павучи убедился в том, что та государственная политика поддержки коренных малочисленных народов Севера, та государственная поддержка, которая оказывается арктическим территорием России, они, что называется, возымели свое действие. Впереди у кочевников долгий и нелегкий путь домой. По неровной тундре нужно пройти сотни километров. Впрочем, оленеводы вовсе не расстраиваются – привыкли. Олег Итанзейский, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич и Олег Богомолов. Телеканал «Север». Олег Итанзейский, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич и Олег Богомолов.